С вами снова я Настя. Я быстренько расскажу о том, как прошли мои роды в семнадцатом роддоме в Москве. Также здесь будут видео из роддома, предродовая, точнее уже сразу родовая палата, немножко Егорки, вот и соответственно будут еще как раз кадры из уже послеродовой. Покажу вам палаты, вообще сам роддом, как вам, что? Начну, пожалуй, с того, что роды... 41 неделя у меня должна была быть как раз 15 июля, я должна была ехать по направлению в роддом, ложиться на всякий случай, грубо говоря. Получилось так, то что 14 числа в 23.00 Егорка начал толкаться очень сильно ножками, вертеть головой, пинаться руками. Для него это было не свойственно. Вот. Обычно он только ножкой там и может, ну, голову повертеть, но не так, чтобы прям вообще в расколбасу входить. Меня это насторожило. Я попробовала посидеть, походить, полежать, но малыш не успокаивался. Я уже начала волноваться, что возможно это гипоксия. Мы начинаем просыпаться. И да. Ой-ой-ой, по-моему, мы сейчас проснемся. При этом мне хотелось часто бегать в туалет. По-маленькому где-то, наверное, каждые 15-20 минут я ходила в туалет. Малыш не успокаивался, шел уже с 12 до часа где-то. Я попробовала полежать, но не выходила. В итоге мочеспускание, грубо говоря, ускорилось. Мне хотелось уже каждые 14-10 минут бегать туда. Вот. И я заметила, что когда малыш шевелился, головой, по крайней мере, у меня как будто вода потекали. Я решила проверить. Делается легко. Подкладывайте тряпочку, любую бумажку и смотрите, как быстро она намокает. Вот. Соответственно, у меня оказалось потекание вод. Вот. Приехали мы в роддом где-то в 2 часа ночи. Я очень волновалась, что, не дай бог, у меня ложные опять какие-нибудь позывы. Потому что можно с утра на работу в 5 утра вставать, а я считать ему в 2 часа еще в роддоме. Мы приехали. Меня сразу сделали УЗИ. После УЗИ меня отправили на кресло. Врач меня ощупал и сказал сразу, что у меня однозначно потекание вод. Даже это сделать не надо. Ну, соответственно, процедура клизма на душ. Она дала вещи всем мужу. И где-то в 3.20 мне прокололи уже пузырь. Пузырь. Прокололи мне пузырь как? Пришел врач. Мне поставили КТГ, взяли анализ крови. И тут врач берет такую палку, наверное, пластмассовую, длиной с метр. Под меня утку кладут. И тут неожиданно. Щупаю сначала обновку. Тыщ! Резко так вгоняет эту трубку. Прокололи мне пузырь. Сразу отошли в воду. В общем, два раза эту трубку вставляла. Так не поняла. После прокола пузыря у меня начались легкие схватки. Каждые две с половиной минуты я прыгала на мяче, на этом фитболе. В кадре можете посмотреть. Прыгаем на шаре. После этого у меня как раз схватки продолжались такие легкие. Ну как, схватывала, но не до ору. Я даже не поняла, почему все орут как резаны. Короче, схватки продолжались, наверное, до 11 часов утра. Промежуток уже колебался. Все из-за того, что раскрытие не было. Я хочу жутко спать. Просто ужас. Лежать не получается. Начинаю болеть. Мячи тоже уже схватывает. Стоя тоже схватывает. Фишка в том, что у меня идут схватки. Но у меня нет раскрытия нормального. У меня не готова шейка. У меня как было два пальца, так и осталось два пальца. А мне, пиздец, как больно уже становится. И хочется уже у меня срать. Там орут. Кажется, я скоро тоже начну уже орать. Я уже хочу, чтобы меня даже хотя бы кесарило. Мы бы раскрыли эту бумагу, и я уже родила. В 11 мне поставили окситоцин. 20 минут просто адовых сматок вместе с полтогами. Причем просто из-за того, что я съела шоколадку маленькую, которую не надо было есть. После этого где-то через минут 40, грубо говоря, час я ждала. Через час уже тогда сделали как раз эту анестезию. Причем бедра укололи как... Вставляли катет, грубо говоря, в позвоночник, в межпозвонков. И вот на протяжении трех часов у меня как раз спала эта капельница. После уже анестезии были только схватки, поток не было. Я уснула на 3,5 часа. Ну, 3 точно я проспала. Очнулась от того, что почувствовала, что меня начинает тужить. Позвала врача. Он пришел и сразу такой прощупывает. А у меня уже раскрытие. Бедуральная анестезия закончилась. Скажу вам, схватки в начале были. Это, конечно, трэш. Я тут орала выгрезанное. Сейчас у меня отойдет и бедуральная анестезия. И я начну опять орать. У меня начнутся роды. У меня уже полное раскрытие. Все 10 пальцев. В соседнем тоже рожает. Сейчас малыш в сердцемене у него. Пришло уже 17 часов в итоге. У меня пока роды длятся. Малыш вроде бы допустился. Страшно. Честно вам скажу, это больно и страшно. Без всяких этих... Кстати, он там. Дуралка. Здесь проходит такая трубка. Она вставлена мне в спину. Тут тоже провод, контентеры. Живот. Там дальше не буду показывать. Ладненько, ребята. Короче, потом. Все потом. После этого он ушел. Сказал, что анестезии капать больше не будем. Сказал, как так? Не так хорошо. Сказал, что не будешь чувствовать схватки. Поэтому нельзя. Хотя я и схватки потуги все чувствовала. В итоге у меня была пожилая акушерка и врач. Молодая. Имена я оставлю внизу. Акушерка говорила мне дышать быстро. А другая врач заходила и говорила, что нужно дышать как при потуге. Протуживать. В итоге у меня тужила. Я говорю, можно я буду дышать как при потуге. Потому что когда дышишь как собачка, так как малыш крупненький, мне обещали, что он будет 400, получалось, что он давил мне ногами в ребра. И мне было очень тяжело дышать. Но в итоге врач мне, молодая, говорит, сейчас я тебе буду давить на живот. Ты должна вот тоже быть, грубо говоря, но пытаться выгнать мой кулак. Ох, это было больно. Сил у нее было очень много. Но в основном больно просто того, что как бы сила очень большая была. Сколько? Наверное, так потуги 3 попробовали. Но так как малыш был большой, другая врач зашла, сказала, что в любом случае будут делать надрезы. Мне сделали разрезы, причем я даже не почувствовала. Я просто почувствовала, что мне ставили как будто с зеркала вот этот вот расширитель, грубо говоря. И потом тепло стало. Врач говорит, тушься. Я тужусь. Она мне нажимает на живот. Она говорит, давай еще раз. Я тужусь. И тут я чувствую, просто у меня вылетает голова вместе с плечами. Грубо говоря, у меня за две потуги просто вышло. За одну потугу он весь вышел. Он тут просыпается. После этого уже я лежала минут 20. Ждала, когда меня зашьют. У меня три шва. Один внутренний, два наружных. Мы, по-моему, проснулись. И у нас, сколько там еще, минут 20 я еще ждала потом каталку. И потом уже час лежала в коридоре. Все, мы проснулись. В итоге смотрим кадры уже после родовы. Мы уже переместились домой. У меня тут волосы вылезает малыш. Рядышком. Одним словом, родила я на второй потуге. Мне сказали, что он весит 3 килограмма 650. По факту мне потом цели 3660. Не знаю, что он так... Но все я искала, что у меня 3650. Егорка, потерпи. Да, да, да. Вот. Мы еще голодные. Хотя я его покормила, но все равно еще хотим есть. В итоге получилось то, что рост там у него метр... Да, да. 52... У него 52 сантиметра. Но из-за того, что у меня были проблемы с молозьевым, прикладыванием в груди, он у меня неправильно брал грудь. Точнее, он ленился ее сосать. Мы похудели на... Ой, благородная отричка. Мы похудели на 400 грамм. Ребят, попозже. Так что выписывались мы уже с весом 3 килограмма 210 грамм. О, мы тут ворчим. Одним словом, ребят, смотрите, послеродовое отделение, а мы пошли кушать. Всем пока. Всем привет. У нас тихо, потому что малыши поели, уснули. И пока соседка моется, я быстренько покажу вам палату. У нас здесь идет столик. У меня, конечно, там больше портах, потому что очень много вещей получается. А потом идет кроватка, в которой лежит малыш. там матрасик, пеленка, плотенчико мое. Малыш у меня лежит там сзади. Также там идет плед и пеленочка. Вам дают в принципе пеленки, распашонки. Ну, можно и свою одежду. Вид из окна. Честно, ну, стало шоу, пена болит, но завтра у нас возможно же выпишут, на что мы очень надеемся. Маленький хочет кушать. В джеке вы видите пеленальный стол, там мои вещи, соседки на вещи, внизу там эти пеленки, кульки, которые дают в больнице, также раковина с мельцем, вот махалат в больнице, вот, постель как патология, она здесь, она там, вот, и такая вот кроватка. В принципе, ничего нового. Продолжение следует...